День Республики 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 Понятно, может быть не устраивает результаты, но все-таки это выборы И тут бывают и падения, и взлеты, мы как бы это все понимаем Потому что политика это дело тонкое, вы сами знаете И в принципе это уже, можно сказать, что профессия отдельная, которая у нас в Российской Федерации политик, можно так назвать Поэтому будем стараться Впереди у нас еще выборы в парламент нашей республики Я считаю, что здесь мы будем готовиться, подготавливаться Партии ЛДПР в парламенте еще не было Поэтому мы хотим на выборы в парламент республики подготовиться очень хорошо Поработать с нашими избирателями и войти в наш парламент с фракцией Участие гражданской платформы в выборах в Госдуму оценил также и Хонгар Марилов Который выдвигался от партии по одномандатному избирательному округу Отмечу, за него свои голоса отдали 2028 человек Хотел поздравить нашего лидера гражданской платформы Рифата Шахудинова с избранием в Госдуму Также я хочу поздравить Бадму Николаевича Башанкаева и Сангаджи Андреевича Тарбаева Это наш земляк, которые также будут представлены в Госдуме Если говорить о процессе, который у нас был в течение этого месяца Я думаю, что все участники процесса, может кто-то недоволен, кто-то им удовлетворен полностью Результаты нашей партии Наша партия была представлена в Народном хурале Если кто-то забыл, я напоминаю об этом Что и в Народном хурале, и в Елисинском городском собрании были хорошие История у нас есть у нашей партии Поэтому я думаю, мы в ближайшее будущее будем наращивать И возвращать те позиции, которые были у нашей партии Оценивать эту предвыборную кампанию нашей партии Есть моменты, над которыми нам нужно работать И мы будем над ними работать И в рамках встречи с журналистами Хонгар Марилов ответил на вопросы блогеров Которые в течение трех дней выборов работали в качестве наблюдателей Стартовали работы по строительно-технической экспертизе И Кибурульского группового водопровода Средства в 72 миллиона рублей выделены республике По поручению председателя правительства России Михаила Мишустина После соответствующего обращения главы Калмыкии Батухасикова К руководству правительства страны в феврале этого года По словам вице-премьера Калмыкии Нарана Кюкеева Проводимая сейчас техническая экспертиза Позволит ответить на целый ряд вопросов Таких как фактическое состояние строительных и инженерных конструкций Система водоподготовки, целесообразность и стоимость реконструкции объекта В результате будет определена дальнейшая судьба Кибурульского группового водопровода Перед подрядчиком поставлено несколько вопросов Задача первая это определить соответствие построенных объектов Проектным решением Дано поручение провести оценку данного объекта Для постановки на баланс в полном объеме Что не было у нас завершено и реализовано до настоящего момента И третья задача которая стояла перед подрядчиком Это представление вариантов решения судьбы Кибурульского группового водопрода С расчетами экономической составляющей И возможных тарифных последствий по каждому из вариантов В российской газете опубликовали интервью О нефтегазовом потенциале Калмыкии На вопросы журналиста ответил первый заместитель гендиректора Руководитель производственного блока холдинга Росгеологии Александр Афанасенко Он рассказал что в Калмыкии расположено около 50 месторождений нефти и газа Суммарные запасы углеводородного сырья Составляют около 110 миллионов тонн условного топлива По словам Афанасенкова В республике есть подготовленные К глубокому поисково-оценочному бурению Крупные перспективные объекты Также он читает что нужно разработать Специальную программу геолого-разведочных работ Чтобы изучать территории, комплексы отложений И наращивать ресурсную базу углеводородного сырья За счет федерального бюджета Нужно выполнить сейсморазведочные работы Которые позволят наметить перспективные зоны Отметил Афанасенков Сейчас к эпидемиологической ситуации в регионе 72 новых случаев заражения COVID-19 Выявлены за последние сутки Сообщает Минздрав Камыки 94 человека с выздоровлением выписаны На лечении в инфекционных больницах Находится 493 жителя республики В тяжелом состоянии 30 пациентов Из них 14 на ИВЛ С начала пандемии зарегистрирован 581 летальный исход В режиме домашней изоляции 3094 человека Новый трек «Племя» В исполнении калмыцкого артиста Лиджи Горяева Выйдет завтра на всех стриминговых площадках Певец готовил песню На протяжении нескольких лет Совместно с автором-исполнителем Игорем Эренженовым По словам Лиджи Для слушателей и любителей его творчества Это станет настоящим сюрпризом Так как в работе авторы использовали Микс из разных стилей Задумались то, что артиста Нашей республики На музыкальном рынке России Их мало Вот могу отметить Алтана Тастаева ЛОТУДЖИ Который сейчас Очень стремительно набирает обороты Вот тоже туда стремимся мы И в связи с этим Со своими соратниками Друзьями мы организовали Творческое объединение В будущем Может быть даже и продюсерский центр Под названием КАПОС Планируем выпуск Абсолютно новых Треков У нас сейчас на данный момент Десять треков Которые мы планируем До марта, апреля следующего года В месяц выпускать У нас будет и латино И рэп Хип-хоп Блюзовые какие-то вещи Джазовые какие-то вещи Этно-фолк будет Тоже обязательно Ну я жду Не дождусь этого момента И буду смотреть Как анализировать Кто, какие треки Заходят нашим слушателям В Элисте состоялось Открытое первенство Республики Калмыкия По футболу среди детей 2012 и 2014 годов рождения В соревнованиях Приняли участие по 8 команд В каждой возрастной категории С районов республики Элисты, Ростовской области И Ставропольского края Все матчи получились яркими И упорными В финале в дивизионе 2012 года Детский футбольный клуб Уралан Одержал победу над гостями Из Волгодонска Со счетом 2-1 А школа футбола Лео Одержала победу в матче За бронзу над второй командой Детского клуба Уралан Со счетом 4-1 В дивизионе 2014 года За золотые медали Как и в прошлом году Боролись между собой Уралан и Лео В итоге вверх одержал Уралан В бронзовом финале Второй состав Уралана Также выиграл Такой турнир в домашних стенах Это настоящий праздник Для калмыцких футболистов Стоит отметить, что мероприятие Организовала Калмыцкая футбольная лига При поддержке фонда президентских грантов В рамках реализации проекта Бомба футбольная страна Выпуски новостей Также другие передачи нашего телеканала Смотрите в цифровом вещании канала ОТР На 21-й кнопке вайпите В зеленой точке Ростелекома И на официальном аккаунте В инстаграм реакалм.ру На этом у меня все Всего доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин